Теперь необходимо интегрировать верстку. С тем не наклад каких-либо существенных ограничений на саму верстку. Достаточно того, чтобы сама верстка была качественно сделана. Как правило, любая страница сайта может быть разделена на несколько частей. Это шапка, подвал и контентная часть. Вот так они разделяются. Шапка и подвал являются шаблоном сайта, так как они на многих страницах не меняются, а контентная область меняется от страницы к странице. В системе встроенные шаблонизаторы как раз используют такое деление. Есть файл header.php, в котором помещается весь код, выводящий шапку сайта, а в footer.php помещается подвал. Но мы разобьем верстку немного иначе, так чтобы и части контентной области, повторяющиеся на всех страницах, также попали файлы header.php и footer.php, а не дублируясь на каждой странице сайта. Отнесем к header.php заголовок страницы h1 «Хлебные крошки», открывающий дифф, являющийся контейнером для контентной части. А в файле footer.php мы этот дифф закроем. Заголовок страницы «Хлебные крошки» мы отнесли к шапке сайта по той причине, что несмотря на отображение разной информации на каждой странице сайта, в данных местах вывод осуществляется одним и тем же кодом. Открыли контейнер в одном файле, а закрыли в другом, чтобы созданная текст со страницы у нас уже обрамлялась необходимым контейнером и корректно отрабатывала, не требовала от редактора добавления каких-либо структур верстки к тексту. Следующий шаг после создания хедера и footer – это вызов API. Эти методы нужны для динамической подстановки данных в шаблон. Например, выключает файлы стилей и скриптов, устанавливает кодировку страницы, выводит метатеги, выводит тайтл страницы и так далее. Об этих методах дальше. Создадим папку local, в которой будем размещать весь нами написанный код. Переместим в эту папку папку с шаблоном сайта, который создан был тиражным решением. Удаляем файл стилей, который здесь имеется и перемещаем в шаблон все папки из нашей верстки, в которой содержатся картинки, жава скрипты, стили. Открываем типовой файл верстки. В нашем случае это текстовая страница. У нас есть header.php для размещения шапки сайта и footer.php, куда помещается подвал. Очищаем то, что там есть. Перемещаем HTML-код шапки в header.php, а код подвала footer.php. Вот наша верстка вывелась. Но так как мы не прописали верные пути к подключаемому файлу, выглядит она так. Удаляем теги, указывающие кодировку, метатеги и заменяем все это на специальный метод shophead. Он как раз выведет все эти теги и все подключения скриптов и стилей, которые мы дали, специальным образом подключим. Чтобы не писать каждый раз путь от корня сайта до подключаемого файла, мы можем использовать специальную константу site-template-patch. Прошу обратить внимание, что в данном константе не содержится завершающая слэш. Далее с помощью метода set addition css подключаем стили. Два подключения скриптов мы сделаем иным образом, нежели будем делать другие подключения, находящиеся в подвале. Причина в том, что здесь имеются вырамляющие теги, проверяющие версию браузера интернет-эксплорер. Поэтому мы просто путь вернем специальным методом, который в случае изменения файла изменит возвращаем путь так, чтобы браузер не отдавал из своего кэша файл, а взял с сайта. Добавляем вывод панели битриса методом shoppanel. Вводим title и заголовок страницы, а также методом addHeadScript выполняем подключение java скриптов. Проверяем, что все верно и мы не допустили нигде ошибок. Теперь мы видим, что верстка вводится так, как это необходимо. Верстка главной страницы у нас отличается. Мы могли бы создать другой шаблон, но отличия на самом деле не очень значительные, поэтому оставим один шаблон. создадим файл test.php, который у нас будет служить до отображения текстовой страницы. Смотрим верстку главной страницы. Видим, что тут добавились скрипты до слайдера. Также их подключаем. А также видим, что блоки слайдер, последние посещенные вами страницы и новости, верстки. Также относят шаблоны, а не страницы. Находим этот блок верстки. С помощью метода getCurvePage определяем, главное или нет у нас страницы и заносим признак в переменную. С помощью условия выделяем хлебные крошки, чтобы они показывались или нет, соответственно. А также вставляем блок html, который у нас используется на главной. Пока подставляем константу с путем до шаблона, чтобы в html все картинки отображались верно. Обновляем главную и видим, что все выводится как нужно. А еще нам нужно, чтобы логотип на главной не был ссылкой. А на всех остальных он вывел на главную. И вставляем контент. Для оставшейся части главной.